Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Сегодня в нашей студии заслуженный архитектор России Ваган Каркарьян мы поговорим об архитектуре, о последних изменениях, которые произошли в городе и о том, как изменится облик Самары в связи с предстоящим событием, чем чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Если у вас есть вопросы, звоните 202-11-22, а также сообщайте о ваших наблюдениях по поводу архитектурного облика нашего города. Что вас в нем устраивает, а что тревожит? Звоните. Здравствуйте, Ваган Гайкович. Сегодня очень много говорят о подготовке Олимпиады в Сочи, о том, как идет строительство объектов, и сразу возникают мысли о том, что нам тоже предстоит все это пройти, и должны произойти какие-то изменения. Вот мы слышим про стадионы, другие объекты. Вы, как архитектор, скажите, вот как к 2018 году изменится облик нашего города? Что появится, и могут ли быть какие-то опасения, или все будет хорошо? За оставшуюся пятилетку мы должны в городе построить целый ряд объектов таком масштабных, общегородского значения, которые существенно повлияют на облик нашего города. Мы должны построить стадион по всем требованиям, олимпийских требованиям. Мы должны построить целый ряд новых гостиниц, построить дороги, отреставрировать часть исторического города, создать туристические маршруты. Словом, предстоит колоссальная работа. Очень большая работа. Большая, потому что территорию эту надо осваивать, новую территорию, которая вот сейчас предложена для строительства стадиона. Эта площадка несравненно лучше, чем была раньше на Косе. Она более реальная, ее застройка этой территории повлияет на облик города в целом. Словом, это хорошие перемены, но подстоящие пять лет – это колоссальная работа, которую предстоит сделать. Но я думаю, что жителям Самары и бывшего Куйбышева не провокать решать пятилетние планы вовремя. Предстоит колоссальная работа. И мне представляется, что надо составить буквально график на каждый день работы по выполнению всех этих колоссальных объектов. Надо начинать проектирование, закончить их, построить еще. Да, ну кроме вот этих объектов, наверное, туристов и спортсменов и всех гостей будет привлекать исторический наш центр в любом случае, потому что это наша гордость и боль заодно. Скажите, центр сам исторический как-то изменится? Как вам кажется, вот люди, наверное, мобилизуются для того, чтобы все это было в презентабельном виде или нет? Или, в общем-то, такой задачей не станет? Да, наплыв большое количество гостей. И, конечно, как люди гостеприимные, город гостеприимный наш, должен встречать гостей достойно и показать свой город, все его достоинства. У нас есть что показать. У нас прекрасная набережная, несравненная по красоте Волга, огромный город с интересной историей и огромное количество исторических памятников не только связан с историей, но и историей архитектуры. Я бы сказал, ряд объектов такого мирового класса. Это эпоха модерна, это особенно деревянное зодчество. Ну, вообще, я слышала о городской программе, которая принималась о том, чтобы все это реставрировать и так далее. У вас есть свое видение, как это должен центр измениться, каким он будет и что для этого нужно? Знаете, я бы сказал так, он должен мне немножко обновиться. Это не реконструкция, это реставрация очень многих памятников истории, культуры и архитектуры. И особенно здесь, конечно, проблема с деревянным зодчеством. Мы имеем великолепные примеры деревянного зодчества. Причем это в довольно большом объеме. И поскольку век деревянных домов не такой уж велик, эти дома столетней, более чем столетней давности, они находятся сейчас прямо, скажем, в плачевном состоянии. Я знаю, что вы даже делали такие наброски с этих домов, и у вас их было около 400. Скажите, если сегодня взять все эти 400 набросков, сколько из них остались уже, так скажем, реально? Существует, вот если вот так вот приблизительно. Можно сказать? Ну, конечно, осталось сейчас достаточно много, слава Богу. Среди них есть шедевры, я бы сказал, большого масштаба, которые надо вдохнуть новую жизнь. А как вот сохранить дерево? Дерево сохранять очень сложно, да? Это же такой материал, который вот и рассыпется, и краска вся, как шелуха, отпадет и так далее. Недолговечный. Есть какие-то идеи? Вот вы с молодежью работаете. Мы имеем примеры российской архитектуры, где этим домам вдохнули новую жизнь, и они выглядят сейчас потрясающе красиво. Это Вологда показывает такие примеры. Ряд городов Иркутск, Томск. Великолепные примеры. Современные примеры, где старая архитектура служит новым целям и задачам. Это, вы знаете, это расписные шкатулки, которые невероятной красоты, неотразимой красоты. У нас такие возможности есть. Для этого нам нужно, на мой взгляд, возобновить когда-то брошенную работу по созданию музея деревянного зодчества. Мы, наверное, единственная область, которая не имеет ее. Имеет Нижний Новгород, имеет Архангельск, имеет Иркутск, имеет Вологда, имеет целый ряд городов мы не имеем. Давайте продолжим. А как вы говорите возобновить? То есть эта работа уже начиналась, и потом просто забросили эту идею? Да, на улице Ленинской, там, где музей наш Алабинский, вот там туда. Можно туда свести ряд домов. Это вот затратное по финансам дело, или что? В чем проблема? Почему музей, который нужен, необходим, который есть в других городах рядом, почему он не может никак в Самаре появиться? Знаете, у меня такое впечатление, что лицом к лицу лица не увидать. Мы это видим каждый день, видим их в таком довольно плачевном состоянии. Нам кажется, что уже привыкли, что они не могут снова засверкать. А на самом деле это не так. Их можно отреставрировать, придать им новую функцию, новый облик этих домов. Больше того, мы все дома не сохраним, это невозможно и не надо. Потому что сегодня каждый дом создает, прочую, деревянный дом, сигнал СОС, спасательные дома. Но резьбу мы должны сохранить, собрать в одни места наличники, карнизы, в эти солнышки бесконечные, обереги. Я думаю, что это будет потрясающее впечатление и эффект. А молодежь может как-то, вот если так долго все это длится, может быть, уже молодежь привлекать, чтобы на их веку все это случилось. Как-то вы же вот работаете с студентами, вы им эти идеи даете, преподаете. Молодежь предоставляет колоссальное внимание к этому наследию нашему. Они это чувствуют в силу преемственности этой застройки, и работы их далеких предков, которые остались в наследии, и они обязаны их беречь. Я должен сказать, что студенты нашего артурного факультета, строительного артурного строительного университета, сделали такой проект в музее деревянного зодчества. Они туда перенесли дом, знаменитый дом 207, вот я на Самарске 207, да. Стоит такой дом, постройки нашего выдающегося зодчего Щербачева, шатровами, с великолепной резьбой. Стоит он одинокий. Я вот вспоминаю все время, когда вижу этот дом, вспоминаю Антона Павловича Чехова, дом с мезонином. Есть такие строчки, может, я не очень точно скажу, но скажу. Милый старый дом. Он смотрел на меня глазами, очами, как окнами своего мезонина, как очами, и кажется, он понимал все. Дом понимал все, но мы не понимаем, что мы теряем. А почему мне давно это новая жизнь? Сделать его там ресторан русской кухни. Это же частный инвестор, вы не против, да? Не против. Да, частный инвестор, они откроют там ресторан русской кухни, рядом с музеем Малавина. Там он будет сверкать во всей красоте, и будет достопримечательностью города. Но надо подумать о возрождении нашей крепости, деревянной крепости. Пусть увидите макета какого-то, но мы оканемся в 17 век, почувствуем вот это вот, 16 век, почувствуем это быть. Это все прекрасно. Ну а механизм решения, вот решение вот этих ваших задач, он есть какой-то? Кому вы должны поднимать общественность, обращаться к властям? Вот как вы действуете? Как можно решить вот это все? Я думаю, что эта тема вот недавно относительно появилась, с реальными предложениями, да? И его надо сделать предметом обсуждения общегородского масштаба. Я думаю, что это может реализовано быть без особых... Вот есть общественный совет при главе города. Вы туда входите, нет? Вот можно там поднять, да, эту тему? Да, да, да. И будем поднимать в ближайшее время. И общественность, и чтобы это быстрее до властей дошло, и как-то отразилось. Я думаю, что вполне реально, вполне реально. И не так уж много это все стоит. Потому что деревянный дом, там конструкции, кстати, основные конструкции, он же обшит тесом. А вот конструкции, срубовые конструкции, они великолепны в сохранности. Предки умели строить прекрасно. Да. К нам поступают уже вопросы от телезрителей. 202-11-22, напоминаю телефон, звоните. А пока предлагаю вам ответить. Вот Татьяна предлагает на Алматинской из дачного массива сделать заповедник. Такая идея есть. Вот и она говорит, что такую идею предлагал даже ведущий Николай Дроздов. Вот не знаю, слышали вы или нет, и как это вообще возможно, из дачного массива сделать заповедник. Наверное, там очень много брошенных дач. Нет у вас такой, вот не владеете ситуацией? Нет, брошенных нет. Может, когда-то там были эти дачи. Ну, это надо изучать, вот эту проблему, да. А вообще, вот как-то из дачного массива сделать заповедник. Да, ну, это надо изучить эту тему, да. Наверное, там есть неожиданные предложения. Уникальные, может, какие-то растения или что-то. Да, да. Благодарим за то, что вы оставили старые рисунки Самары, именно старой Самары. То, что от нее остается сегодня, говорит вам Юлия Гусева. Это не ваша студентка? Нет. Перемены в Самарском районе. Мы можем надеяться на то, что старые дома будут расселены, или все останется по-прежнему? Как вы расцениваете обстановку? Конечно, проблема старых домов есть. Она очень острая. Я говорю, вот сигнал СОС подавит каждый старый дом. Им сто с лишним лет. Но в них есть, они малопригодны для жизни, для современной жизни. А жители, вот почему за них цепляются, держатся там? Ну, там дух предков, скажем так, да. Это очень важно. Привыкли к этому месту, к этой среде. Там жили их, да, вот. А если даже вот им предложат переехать в новый микрорайон, вот у нас была из Самарского района председатель ТОСа, и она говорит, вы знаете, мы не можем заставить людей, даже вот если предложить, они вот не хотят из Самарского района уезжать. Это действительно вот есть, да? Да, здесь так правлю. Конечно, привычка – это серьезное дело, и тем более такая привычка к детскому строительному. А что делать там, да? Тут есть несколько примеров. У нас в городе сейчас отрабатывается такой механизм. Строить на этой же территории, рядом, новые дома, отремонтировать потом старые дома и вновь вернуть их туда, эти жители. И такая программа существует. Это очень затратно, наверное. Это получается и новые строить, и старые. Да, но потом это зато используется, используется это все. Единственное, что нам нельзя делать в исторической части, это строить эти бездумные, я бы сказал, без рода и племени, 30-этажные, 25-этажные дома. Нельзя этого делать. Почему нельзя делать? Потому что мы не сколько решаем проблему, сколько создаем новые проблемы. Проблемы транспорта. В исторической части города создавать такие дома, я бы сказал, так назвал бы, немножко недоскребы в 33 этажа. А транспорт при чем? А сколько будет автомобилей в этом доме? Где они будут стоять? Проблема парковок. Проблема парковок, да. Представляете, а мы так и строим дома. Мы делаем колоссальный ущерб для социальной структуры города. Где детские сады, где школы. Где, в конце концов, экология. Где площадки для отдыха. Всего этого нет. А вот еще обсуждался вопрос с трамваями в старой части города. Вы за или против? Я за. За то, чтобы оставались. Да, трамвай – это самый надежный и самый динамичный, самый надежный вид транспорта. Но самое ужасное в этой истории, это даже, мне кажется, как мне кажется, не парковки, а то, что вид этот великолепный, которым мы все гордимся, и с Волги, на которой ты смотришь, вот не высотки видеть, а вот эта панорама, которая на город открывается. Вот вы хорошо сказали панорама, потому что, если мы посмотрим то, что построено в последние годы, на районе речного вокзала, там на улице Горького стоят дома, там, не знаю, 15, там сколько, 12, 20 этажей. Они закрыли вид с Волги на город, и с города. Вот это ужасно. Такого никогда нет. А как же дается разрешение? Вот тот, кто дает разрешение на строительство, они не представляют, что это все будет закрываться? Или сейчас как-то меняют ситуацию? Вот чтобы построить в старой части города такую вот одну точку, да, высотную, нужно с кем вот все это согласовать? Сегодня меняется как-то ситуация? Ну, конечно, процедура этого дела существует, но мы сегодня пожинаем плоды вот этой точечной застройки, да? В 90-х годах, я бы так сказал. Сейчас, конечно, порядок меняется, более жесткая градостроительная дисциплина, но она существует. Вот те постройки, которые уже построены, они начали были там в 90-х годах, они висели на заборах, что здесь будет, допустим, 12-этажный дом. И никто не обратил внимание? Никто не обратил внимание, что 12-этажные дома превращались в 15-этажные дома. То есть строили вот это. То есть дисциплина была, градостроительная дисциплина очень упала. Я приведу такой пример. В исторической части города не рекомендовано никогда ни в одном градостроительном документе, ни в одном генеральном плане построить здание выше 6-ти этажей. Это нужно вот узаконить. Это есть правило землепользования застройки. Существует. Но, тем не менее, мы упорно это продолжаем делать. И это очень опасная тенденция строительства таких зданий в исторической части города. Причем они не представляют никакой архитектурной... Я даже не специалист, и вижу, что никакой архитектурной ценности они не представляют. Сами по себе дома могут быть и плохие. Но их масштаб, их размер, их габариты, они чуждые этой среде. Они чуждые. И потом, знаете, вот этот контраст двухэтажных домов и трех, она создает ощущение дискомфорта. Да. И вот как есть в стране проблема социального неравенства. И тут ее резко видно, да? Когда вот ставите трущобы, да, и вот эти высотки, где отгорожены, где живут богатые люди, во двор, о которых невозможно даже зайти. Конечно, у нас в этой части много проблем, потому что плотность очень высокая. Плотность высокая. Стоянок нет, парковки нет, детских площадок нет и так далее. А почему так используется вот именно исторический центр? Ведь у нас не вся Самара, да? Это престижные районы. Недалеко Волга, да. А может быть целенаправленно сделать другой центр? Да, да. И перенести вот этот центр тяжести в другое место, и чтобы он тоже стал престижным. Вы очень правильно задаете этот вопрос, потому что такова тенденция современного городостроительства, мирового городостроительства. Во всех крупных городах Парижа, сегодня в Москве, в Лондоне, во многих городах мира, во многих городах мира, существует альтернативный центр. То есть в новом районе центр, который как магнит притягивает себе все функции. У нас в Самаре, какое место это может быть таким центром? Вы знаете, у нас в Самаре в 70-х годах был такой конкурс всесоюзный на создание нового общегородского центра города Куйбышева тогда. Он в районе сегодняшнего университета был. Там были создатели небоскребы, там были создатели зданий банков, офисных зданий, гостиниц и так далее. Они должны были принять на себя всю эту нагрузку, а историческую часть сохранить, обновить ее, создать ее новую структуру, но оттянуть этот транспорт. А сегодня мы, каждое строительство этих 30-этажных домов, которые мы строим в исторической части города, приближает нас к транспортному коллапсу. К транспортному коллапсу. Вот и Виктор задает вопрос. Когда закончатся точечные застройки? 50 метров от дома должны стоять дома. Например, на улице Солнечной и Мариса Тореза, и на Авроре, и на Гагарина эти правила не соблюдаются. Но неужели строят ближе, чем 50 метров? Нет, есть санитарные нормы, конечно, они должны соблюдаться. Проекты эти согласовывают с санитарными врачами, инспекцией и так далее. Я не знаю, что за пример. Может, там произошли явные нарушения, да, вот этих санитарных норм между домами. Но вот в Старой Самаре, почему она привлекает Старую Самару? Своим масштабом, своим какой-то человеческим масштабом, да, там было строго регламентированное соотношение между высотой здания и шириной улицы. Там были другие требования, противопожарные требования, вот, да. А сейчас мы этого не соблюдаем. Мы на узких улиц строим эти многоэтажные дома. Это недопустимо. Мы должны покончить решительно с такой практикой застройки исторической части города. И это не значит, что мы должны его законсервировать. Город не музей. Он должен развиваться по своим законам, должен обновляться. И тем более историческая его часть. Потому что историческая часть города – это его сердце. Вот там оно бьется, это сердце. Там все находится. И мы должны его очень беречь и заниматься не такой реконструкцией, бульдозерным сносом и обновлением его. Это нет. Там должна, как хирург, город ведь тоже болеет. У нас болеет историческая часть города. Там все ветхое. Поэтому надо его… Если провести операцию, то операцию с помощью лазерного луча даже не скальпера. И тем более не топора. Как сейчас топорой делается. Да. Но все-таки я так поняла, что вы в любом случае за модернизацию, потому что невозможно вот это все ветхое. Если уже это стало ветхим, не стоит, наверное, столько усилий. Город должен развиваться. Это живой организм. И иначе происходит такая стагнация города. Ну вот Самара, она из нескольких зон состоит. И сегодня в наше время какая зона наиболее застраивается, развивается, вот на ваш взгляд? И как вы оцениваете? Вот есть в нашем городе какие-то достойные все-таки архитектурные такие строения, которые говорят о новом виде, о взгляде вообще на архитектуру? Чем мы можем в настоящее время бороться? Знаете, сами важно. Тут, может, две проблемы возникают. Городостроительные проблемы и сам по себе дом построенный. Может, он будет иметь хорошее качество, этот дом, сам по себе. Но в этой среде он уже будет считаться. Из самых современных построек я бы отнес к гостинице «Холидей». Вот это, мне кажется, достойная, там четкая, ясная позиция архитекторов. И получилось то, что получились и интерьеры, и само здание, и этажность, и все, в общем-то, достаточно благородно. Вот поэтому тут надо, так сказать, иметь... Но я бы сказал, что нам надо искать свой самарский вариант этого духа. Вот вы и сказали про вот «Холидей-Ин». Так, что-то я, наверное... Сейчас вот новое явление появилось, когда вот эти коттеджные просеки застраивают коттеджами, и они все же одинаковые. Я там вот как-то вот не понимаю, но там живут как богатые люди. И вот с архитектурной точки зрения это как-то оправдано? Это все красиво, хорошо? Или это, если это частные владения, в общем-то, они сами как хотят, так и устраиваются? Ну, сегодня немножко поздно об этом говорить, но, к сожалению, вот среди коттеджного строительства я не вижу ни одного достойного примера. Вот эта эпидемия, которая зародилась, вот это коттеджное строительство цыганских цикан... То есть дома Курлиной, там не останется после, да? В цыганских кварталах Зубчининовки перешло потом и даже в историческую часть, в это, да. И в результате мы имеем, не имеем хороших примеров. То есть такой же мчужина, как дом Курлиной вот остался, после тех построек не останется, да? Да, да. Это великие примерные шарстуры, и наконец-то мы получили уже законченный пример реставрации этого здания, и хорошо будет использоваться под музей Модерна. Это великий пример, и вообще от архитектора Зеленко один из, не очень, может быть, популярен сегодня, но один из выдающихся архитекторов, я бы сказал, российской архитектуры. А вы там были в музее Модерна уже? Конечно, конечно. Как оцениваете всю эту реставрацию? Ну, у меня есть, конечно, вопросы к нему, к этой реставрации, там немножко, например, на этот новодел, вот, евроремонт, но тем не менее, в конце концов, закончили его. Сейчас надо посмотреть, что не получилось, немножко поправить. Особенно столовую, где морские, да, вот это, мне кажется, требует свое решение. Но, по крайней мере, мы закончили. В любом случае, это уже событие, явление в нашем городе. И нам предстоит, конечно, такая работа, как с атлантами. Молодежь не знает, что такое дом с атлантами. Они от скуки уже на втором этаже не знают, что делать эти атланты, потому что они там находятся. И нам не только на дом с атлантами, надо всю улицу этого остановить, бывшую заводскую, да, Венцика. Там столько шедевров в архитектуре. Посмотрите, в каком состоянии все это находится. Такое впечатление, что там какое-то пожарище было, там что-то, какой-то бомбеж какая-то была, да. Мамай прошел, в конце концов. Вот в состоянии этих домов. И нам надо сейчас реставрировать не просто отдельные дома, а целые улицы. Да, ну вот как с Ленинградской было, да, вот так-то поддерживаете вот Ленинградской. Ничего у вас, никаких там сомнений, нареканий не вызывает? Нет, не вызывает никаких сомнений. Немножко пока вырастут деревья, тогда будет более уютнее, чем сейчас. Вот. И я бы избегал этих мансардных настроек, которые, кстати, в последнее время стали получили распространение. Мансарды на существующие дома. Это, это не надо, это чужое. Чужое, чужое. А вот уже даже в городской администрации говорили, что на Хрущевке будут надстраивать еще этажи. Была такая, была такая, да, такое, да, желание, и казалось, что вот сейчас сделают эти надстройки, и, значит, и мы столько жилья получим и так далее. Это не очень, это не экономично, потому что это потребует уже лифт в пятиэтажных домах и дополнительная нагрузка. Нет, это не стоит этим заниматься. И я бы сказал, такая попытка мансардизации всей Самары не стоит этим заниматься. У нас с другой стороны так красиво, мансарды. Вы знаете, у нас пятиэтажные дома, если мы делаем уже мансарду, значит, требуется лифт. Где он появится, это будет очень дорого, накладно, и навряд ли это стоить. Вот наш зритель сообщает, что отменили конкурс на проектирование стадиона, ну, я так понимаю, к строительству чемпионата мира. Как вам кажется, это не попытка отменить строительство стадиона? Не знаю, что значит отменили конкурс. На проектирование. Что значит отменили конкурсы? А сейчас определилась проектная организация, как генеральный проектировщик. Это наш институт. То есть это неверная информация? Не знаю, что имел в виду. Это правильный выбор, что тернии граждан проекта будет заниматься как генеральный проектировщик. Но я опять повторяюсь, очень, то есть у нас практически нет времени. Каждый день должен быть на учебе. Каждый день. Состоит такой буквально график, четкий график, когда что должно быть. Иначе проблемы могут возникнуть. Вот понятно, что вот вы говорите, надо реставрировать целыми улицами и так далее. Но это кажется вот, не знаю, насколько это реально выполнимо. Вот если вспомнить, сколько мы там Ленинградскую реставрировали и так дальше. Как вам кажется, к чему нужно сегодня привлекать общественность, чтобы дать ускорение решению вот таких вот проблем, которые не терпят, вот на ваш взгляд, как архитектора, с таким именем никаких отлагательств? Знаете, я выскажу, может, такую мысль, и даже свое сожаление. Меня очень беспокоит разгул графичика в нашем городе. Вот расписывается эти самые... Но это не самое страшное. Это страшно. Посмотрите на фасады всех домов. Первые два этажа расписаны во всему городу. Сплошной поток. Добавляет неряшливость городу. Эти оклеенные этими объявлениями и фасады этих домов, они придают неряшливость и какую-то, вы знаете, такую запущенность в городу. Я во многих городах был на такой печени, какое-то нашествие этих самых графичиков. Я обращаюсь к молодым людям, которые занимаются этим делом, остановитесь. От этого город только... Ваш город только страдает. Он получает свою дозу неряшливости от этого. Остановитесь. Не портите родной свой город. Понятно. Опять в новостях появились сообщения о фабрике кухни. Постоянно они то всплывают, то опять угасают. Скажите, что происходит реально с этим объектом? За что борются архитекторы сегодня? У нас есть несколько домов, которые, на мой взгляд, несколько примеров, которые являются... От этого наследия надо отказаться. Вот от состояния, в котором находится сейчас фабрика кухни. От дома 207, постройки Щербачева. От дома с атлантами. И к ним прибавляется еще сегодня огромная мозаика на Доме профсоюзов. Эти вещи настолько позорные для нас, что их надо как можно быстрее привести в порядок. Что такое дом фабрика кухни? Это выдающийся пример постройки эпохи конструктивизма, о котором я приведу слова Маяковского, который говорил, что впервые не из Франции, а из России прилетело новое слово искусства – конструктивизм. Конструктивисты – это 20-е годы, короткий период. Они создали такую авангардную архитектуру, которая сегодня является блестящей страницей нашей истории, архитектуры. Это стерп и молот. Это очень удачное, кстати, решение. Этот пример авангардного искусства и, мне кажется, лучшего примера, чем создание музея современного искусства, чем это здание, в городе не найти. А у нас нет выставочного зала практически. Вот давайте мы его используем, создадим там музей современного искусства, перенесем туда огромное наследие, которое осталось от нашего выдающегося художника Пурыгина. Создадим там выставочные залы, создадим там обстановку. Ваши планы, понятно. У нас очень мало времени, поэтому коротко. Как вы относитесь к работе Стадникова как главного архитектора города? Интересуется Наталья. Виталий Стадников. Вы знаете, да, я понимаю этот вопрос. Он меня тоже беспокоит. Вот, я знаю его, он очень талантливый, одаренный человек. Такой неравнодушный, далеко неравнодушный к городу. У него, конечно, проблем много, но повернуть. В марте будет год, как он работает. Повернуть огромный миллионный город, создать, вдохнуть его в новую жизнь. Удалось или нет? Пока не очень. Пока не очень. Судьба здания рабочие 19. Когда его будут реставрировать? Нет? Ну что, здание рабочие 19? Не знаю. Обязательно сходим и посмотрим, что это за здание. И вы приверженец какой архитектуры? Ваш любимый стиль в архитектуре? Очень интересный. Я думаю, я не категоричен в этой части. Я считаю, что любое здание, которое сделано к этому месту, а истинно конкретно, вот это будет и настоящей архитектурой. Я сторонник какой-то регионального влияния на архитектуру нашего города. В общем, будет своя особенность, самарская особенность, волшебская особенность. Ну, а тут все возможно. Да. Ну и вот про Хрущевки последний вопрос. Мы уже все это обсудили, потому что подтверждают, говорят зрители, что им уже более 50, какие мансарды, конечно. Согласны с вами. Спасибо огромное за участие в программе, и за то, что вы ответили на вопрос телезрителей. Приходите к нам еще, потому что тема, это, конечно, очень актуальна. Спасибо вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова